Ход строительства нескольких важных для города объектов проконтролировал временно исполняющий полномочия главы Евгений Боришевский. Он побывал в шестой школе, где возводят пристройку, а также на Северном обходе и Шереметьевском шоссе. Северного обхода, который соединит Дмитровское и Рогачевское шоссе и откроет автомобилем путь над железной дорогой, в Ловне ждут давно. Первый этап строительства должен быть закончен уже в следующем году. Основная эстакада уже готова и главные силы строителей сконцентрированы сейчас на дороге, в основании которой только на этой неделе завезено более 26 тысяч кубометров песка. На путепроводе продолжаются работы по покраске. Уже выполнено 10% от необходимого. На мосту на Дмитровском шоссе полностью забетонированы стойки. На мосту на улице Чайковского идет забивка свай и бетонирование стен. Конечно же, мы этот темп будем держать, потому что Северный обход очень нужен для того, чтобы разгрузить выезд на Дмитровское шоссе для жителей Ловни. В то же время на Ловнинском шоссе, реконструкция которого также ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», началось возведение четырех надземных пешеходных переходов. Сейчас идет забивка свай и устройство фундаментов опор башенного типа. В шоссе расширят от четырех до семи полос. Будет смонтировано освещение, проложены тротуары и установлены остановки общественного транспорта. Надземные переходы будут оборудованы с учетом потребностей маломобильных пешеходов. Расширение дороги сократит время в пути от Ловни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно на 30 минут. Открытие движения запланировано на конец 2022 года. В августе следующего года должна быть готова и пристройка к школе номер 6 на 400 человек, которые с нетерпением ждут ученики, родители и педагоги. Это олстро необходимо, потому что у нас каждый год прибывает по 150 человек детей, и поэтому помещение необходимо. Плюс там будет спортивный зал, два спортивных зала, плюс столовая, актовый зал. Это как раз комфортные условия для обучающихся, которые мы ждем с нетерпением. Значительная часть работ по возведению пристройки к шестой школе уже выполнена. Однако из-за проблем с проектом дело движется гораздо медленнее, чем было запланировано. Несовершенство проекта с самого начала не позволяло нам реализовывать его в полной мере. Поэтому компании было принято решение о фактическом изготовлении нового проекта, прохождении новой экспертизы. И именно это сдерживало все. Когда проект был готов, возникли новые проблемы с финансированием. Между тем до холодов нужно закончить наружные работы и приступить к внутренним. А для того, чтобы начать отделку, необходимо установить окна и смонтировать крышу. Самое главное сейчас – это наладить диалог с подрядной организацией, с органами, которые надзирают за ходом строительства. Ну и, конечно, с директором школы, которая испытывает всю эту боль каждый день на своих собственных плечах. Поэтому мы провели первое совещание штаб строительства сегодня. Договорились о том, что документальную часть мы просмотрим и сможем выйти на оплаты работ, которые по факту сделаны. Что, естественно, оживит и саму стройку. В первом сентября строители выполнили благоустройство у входа в школу, смонтировали переход из основного здания в пристройку и закончили работы на стадионе, где уже этой зимой ребята смогут заниматься лыжной подготовкой. В период локдауна стройка не остановится, потому что сдать объект в эксплуатацию необходимо уже летом 2022 года. Наталья Приловская, Сергей Мельников, Алексей Орлов, Денис Рокин и Михаил Жуков. Телекомпания Лобня.